День добрый, добро пожаловать! С вами я, Хаг, и вы смотрите YouTube-канал Let's Play по-русски. И в этом видео мы посмотрим на игру под названием Another World. Это перевыпуск, это новая версия старой-старой игрушки Another World, в которую я лично не играл, я просто получил компьютер мой первый очень поздно, я пропустил эту игру, и теперь в ней играю. И знаете что? Она абсолютно... То есть не чувствуется, что это старая игра, не чувствуется, что здесь устаревшая механика, не чувствуется, что здесь... Да, здесь есть старая графика, здесь есть обновленная графика, то есть у нас добавлено больше деталей к нашему окружению, у нас более аккуратно прорисованная фигура, то есть если я поставлю так, как видите, у нас пиксель-арт. Но, так как мы в наше время все-таки все еще играем в пиксельные игры, мы можем спокойно играть даже вот в эту старую версию, когда как новая она просто выглядит аккуратнее, она выглядит более стилизованной. Итак, что же эта игра? Что она делает? Чем она является? Эта игра, по идее, вся наполнена квик-тайм-эвентами, а то есть в наше время квик-тайм-эвент это фильм, это мультик, это какая-то анимация, в которой мы должны следить за тем, что происходит, и просто должны вовремя нажать на какую-то кнопку, которую нам показывают на экране. Здесь же, по идее, это опять же то же самое, это те же самые квик-тайм-эвенты, но они здесь преподаются как сам... Вот, вот, да, я хотел вам показать это, то есть когда неправильно перепрыгиваешь. И я, конечно же, сейчас играю уже подготовленный, я знаю, что здесь будет, я знаю, что мне делать, чтобы просто здесь не засесть на полчаса, потому что игра и вправду сложная, я бы это назвал сложным, потому что мы, я вам сейчас просто не показал интро, потому что оно немножко длинноватое, мы оказываемся на какой-то абсолютно непонятно какой планете, и нам нужно что-то сделать, нужно выжить. И первое, с чем мы встречаемся, это вот эти вот товарищи, которые ползают по полу. Если их вовремя не припрыгнуть, то становится плохо. Следующее, это вот эта вот тварь. И, скажу вам честно, я умер об неё раз пять, это не считая те разы, когда я не мог вовремя перепрыгнуть вот этих вот козявок маленьких. Итак, давайте, давайте, давайте. Мне очень долго-долго пришлось думать, что, ах да, мне можно ещё убегать от него, я пытался от него вернуться, я пытался под... Няа! Я пытался под ним проскользнуть, Но это все не получалось, оказывается нужно было отбежать назад и вернуться вперед И все это, заметьте, без туториалов То есть у меня не было даже экрана, который мне показывал бы какие кнопки нажимать Здесь очень мало кнопок, при том что я играю на контроллере и контроллер отлично для этого подходит И вот это красота дизайна старых игр А то есть это вот именно то откуда пошло само, я пытаюсь найти слово, играние в игре То есть само понимание того что такое геймплей У нас нету постоянного объяснения, у нас нету постоянного какого-то учителя который висит над нами Вот пожалуйста, вот контроллер, на контроллере отдельное количество кнопок То есть нажав на все мы узнаем что они делают И если нам дают что-то новое, мы опять же сможем разобраться Жестокие, жестокие личики И как видите они каждый раз по другому стоят Так что не всегда можно правильно под них подстроиться И так давайте я сейчас попытаюсь все-таки это пройти Хорошо, убегаем Хорошо что я выбрал именно эту часть проходить, потому что есть намного больше Есть части сложнее, к которым мы как раз скоро-скоро доберемся То есть там где нам уже нужно стрелять, нам нужно правильно реагировать, нам нужно управлять инопланетным пистолетом И вот это вот ощущение того, что мы попадаем на неизвестную планету Мы здесь находимся, нам нужно реагировать, нам нужно смотреть, что здесь у нас смертельное, что не смертельное Что нам можно делать, что нельзя делать, что нам лучше, где нам лучше отойти Нужно было раньше прыгать То есть нужно попасть вот именно вот в это место, прямо между ними Чтобы можно было их перепрыгнуть Да, не так Чтобы можно было их перепрыгнуть Да, это шикарно, шикарно видео проходит Это всегда, это мой стиль Именно так делаются профессиональные обзоры Не рецензия обзоры, господа, пожалуйста Разберитесь, что там, что к чему и что называется чем Но, 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 давайте продолжим И я попытаюсь в этот раз оторваться от этого большого монстра Перепрыгнуть и перепрыгнуть жучков Так, жучки, где вы? Я концентрируюсь Так, их перепрыгнуть без проблем, все Да, я, и меня это опять испугало Я подумал, что я зафейлил, но нет, я не зафейлил И нас, как видите, встречает что-то такое непонятное Мы пытаемся с ним коммуницировать У нас нету звуков, у нас нету ничего Но это, это, по идее, именно то, что происходило бы на неизвестной планете То есть мы встречаемся с каким-то существом Ну и пытаемся хоть как-то преподать ему Дать знак, что да, вот мы, мы не опасные, привет Но нет, это, это явно у нас не получилось Они явно к нам недружелюбно настроены Поэтому мы теперь попытаемся от них убежать И у нас в клетке сидит вот этот вот товарищ Которого мы, опять же, мы не понимаем его Но, что важно, это то, что он сидит с нами в одной и той же клетке Он дружествен Да, и давайте сейчас попытаемся размотать клетку Уронить ее на товарища внизу И отправиться дальше, дальше умирать И следующая часть, как и все-все-все остальные части Будет полна фейлов Просто потому, что эта игра построена вот именно на таких вещах А то есть нам нужно попасть в комнату Нам нужно правильно отреагировать Я знаю, спасибо Нам нужно поднять пистолет Первый раз я пробежал мимо него Подумал, что это такое Так, хорошо Теперь, опять же, у нас это не объясняется Так, нужно узнать Первое, какой кнопкой стрелять На А, это человек, который за нами бежал Хорошо И следующее У пистолета есть функция щита Видите? Так И у меня есть также функция разбить щит Вот такая вот штука Это все зависит от того, как долго я буду держать кнопку выстрелить И это нужно знать Знать, как это делается Знать, как это ставится Хорошо О, я его сжег Не пришлось даже щиты ломать И... Ай! Типать, типать Это было нечестно Скажу вам Вот это было нечестно Так, но По крайней мере, я прошел это В этот раз намного быстрее, чем в прошлый раз Потому что в прошлый раз это, ну, очень долго длилось Пока я разобрался с пистолетом Но с другой стороны Это именно, опять же Мы садимся и пытаемся разобраться Что нам нужно сделать Иногда они стреляют наверху Мы можем, например, присесть Мы можем пострелять Мы можем поставить щит Или мы видим Они ставят щит Значит, нам это тоже можно сделать Притом у них нету ничего другого, кроме как пистолета Ага, значит, нам тоже что-то можно сделать Мы в перестрелке с этими людьми или существами И нам что-то можно сделать как раз Как ломается стенка Я узнал только здесь Потому что никак не мог пройти дальше Так, опускаемся И пытаемся пробежать Так, поднимаемся наверх И идем, 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 идем И, как видите Мы пытаемся сейчас прострелить Это все Но у нас У нас закончились патроны И наш друг нас пропускает сюда Мы должны скатиться И здесь я знаю уже В какую сторону катиться Потому что Вправо катится смерть Влево катиться Это Смерть Многоразовая Но, по крайней мере, у нас здесь есть шанс пройти Так, осторожно Да, здесь будет пар Катимся дальше И я сейчас включил на новый стиль Так, тихо Так, хорошо Катимся, катимся, катимся Оп И еще раз катимся, катимся, катимся Ууу Я думал Я думал, я именно здесь упаду Но нет Нет, оказывается Мне дадут прокатиться чуть-чуть дальше И Ууу Итак Я Знаете Я, конечно же, могу сидеть Просто сидеть И играть в эту игру Итак, мы здесь зарядили наш пистолет Что очень-очень важно Потому что тогда у нас закончился заряд у него У него Так Давайте тогда Сломаем стены И я продолжу свою мысль Которую я начал вот Только что Но почему-то я прекратил думать о ней Итак Что я хотел сказать Я хотел сказать то, что Игра играется как абсолютно новая игра Привет, товарищ Она и... Ах, я забыл это Да, да, да И вот Здесь Мне игра Очень-очень сильно напомнила Принца Персии Первого Принца Персии Абсолютно Абсолютно жестокую игру Но о чем это я? О чем это я? О том, что Игру Хотя ей уже Даже больше 20 лет Они сейчас празднуют Почему-то 20-летие Но, по-моему, игра вышла в 91-м Или 92-м Где-то так Так что Ну, хорошо Но решили сейчас 20-летие Праздновать Спокойно Я уже начинаю Бросать контроллер Да И это Это при том, что я Знаю, как эту игру пройти Конечно же Сам по себе Геймплей Он специфический Он может Некоторым людям понравиться Некоторым не понравится Это все зависит От ваших вкусов Я вам скажу Что мне Она Просто очень-очень нравится Это ощущение того Что мы на планете Ааа Твою Немень Ааа Мы на Неизвестной планете Мы пытаемся Выжить И Геймплей Передает это Это очень-очень важно Знаете Нам никто не говорит Что ты в опасности Или ты это Ты то Нет Геймплей Передает все Что нужно знать И Да Я смотрю на тебя Биошок инфинит Да Да ненавидьте меня В комментариях Ненавидьте Так Тихо прыгай Есть Отлично И давайте Теперь попытаемся Пробить здесь стенку Нет Отлично Спускаемся И по-моему Это будет последнее Что я вам покажу Уууу Да Здесь можно прыгать Это узнаешь чуть позже Но Так Оказывается Я все думал Что там я умру Так А здесь стоит все-таки Перепрыгивать Так Тихо Заряжаем И там у нас наверху Как видите вода Это Понимаешь Когда попозже Начинаешь бегать Туда-сюда Осматриваться Но Это то что нам Нужность Делать И я Нажал не на ту кнопку Хорошо Хорошо Может быть Единственное Что я вам скажу Что Конечно же Игра жестокая Но При своей Жестокости Она Иногда Расставляет Чекпоинты Не то Чтобы не очень удобно Просто не очень честно А то если Например На верхнем уровне Помните Вот этот вот Элемент Того что мне нужно Зарядить пистолет Каждый раз Когда я Ай-яй Каждый раз Когда я спускаюсь Бегу Падаю на шипы И мне каждый раз Приходилось Заряжать пистолет Это могли бы Например Сократить Хорошо Я понял Что мне нужно Зарядить пистолет Бум Чекпоинт Именно там Чтобы мне Каждый раз Не пришлось Заряжать пистолет Да Это может быть Единственное Что Я мог бы Покритиковать А так Стиль Как игра Играется Как она Идет Как она Просто ощущается Такую игру Могли бы выпустить Именно В наше время И она бы Шикарно Шикарно Смотрелась И шикарно Игралась Что она Сейчас и делает Так Тихо Не прыгаем А бежим Не прыгаем Прыгаем Так Прыг Прыг Твою Ты Нет Это я пройду Это я Из принципа Пройду Просто потому Что вот Вот так вот Тра-ля-ля Так Прыг Еще раз Прыг 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 Хорошо Спокойно И давайте Я закончу Продолжу И закончу И знаете Что Конечно же Может быть Такой ценник Платить за 20-летнюю игру Не всем понравится Нееет Я почти что Добрался Но Вот как мне Если вы в нее Еще не играли Вообще никогда Не играли Потому что Знаете Я уверен Что Фанаты И люди Которые Играли в нее Уже давно Им будет Недостаточно Вот этого Апгрейда Это Это Не то Из-за чего Стоит покупать Игру Потому что Даже в таком виде Давайте посмотрим Может быть В таком виде Мне игра Мне больше повезет Так То есть Апгрейда Оно Не требует Поэтому Люди У которых Эта игра Уже есть Я просто уверен Что вы можете Играть и дальше Но Для людей Которые Как и я Раньше В нее не играли Есть Ну наконец-то Советую Советую Это интересное Ощущение Притом Вот именно Вот этот Чистый Неразбавленный Геймплей Который Служит И сюжетом Который Продвигает Историю Который Нам все 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 Нужно Объясняет Не говоря Ни слова Это Это чудо На которое Стоит В наше время Посмотреть На Которое Очень редко Увидишь В современных Играх Итак Давайте Попытаемся Пройти Дальше Давайте Посмотрим А Канделябра Умри Так Тихо Щит Я поставил Щит Лазер И я Все Я думаю Я на этом Закончу Давайте Поставим Вот 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 Например Здесь То есть Они могли бы После этого Поставить Чекпоинт Чтобы мне Это каждый раз Уже Я это Прошел Но Не очень Удобно Не 100% Но Но Четко Четко Мне нравится Я тогда говорю Большое Большое Спасибо За внимание И мы Увидимся В следующем Видео